Так, тормоза... О, привет, копы! А чё вы на меня переключились? Я не понял. Ехали бы вы за тем ублюдком, то, что там был спереди. Бляха, теперь пойди уедь от копов, блин. Всем привет, с вами Сони. Погоняем сегодня, ребятушки, Need for Speed. Видел миллион ваших комментариев, что вы просили меня погонять с видом от третьего лица. Просто люди, видать, не совсем понимают то, что с рулём и с видом от третьего лица ездить нормально. Очень геморройный, я бы сказал. Поэтому я, конечно, попробую порадовать вас, так сказать, на этот видос. Но вообще, эксклюзивность моего канала, ребятушки, в том, что только на моём канале вы можете посмотреть и форспит, и прочие игры, фактически, с видом от первого лица. Был бы тот корпит, я бы катался бы, конечно, от него, но так, что имеем, то имеем. Короче, ребят, будем пробовать всё-таки радовать вас, как-нибудь. Никакие автомобили мы сегодня делать не будем. Мы сегодня фармим бабосики, проходим сюжеточку. Фармим... ВОУ! Как стрёмненько проехал. Проходим сюжеточку. Фармим бабосики на великолепный автомобильчик. Очень много видел комментариев, что просили заценить BMW, M3 и E30. Кстати, я тоже очень увлекаюсь этой машиной, точнее сказать. Мне безумно нравится E30, и я считаю, что это вообще легендарный автомобиль. Вот, собственно, у меня даже есть видос, который самый первый набрал дофигища просмотров на YouTube, ещё с Xbox. Xbox... Леген... Легенда, кажется, называется. M3 E30. Будет в следующем видео, ребят. Так, ну чё, мы сейчас поедем на дрифт. Ещё разок и с чувством. Окей. С ману сейчас будем чё-то тягаться. Постараемся как-нибудь. Поехали. Так, ну чё? У нас тут дрифт или чё? Воу-воу-воу-воу-воу! Стопэ, стопэ, пацанчики! Твою, налево! Это вообще нереально, честно говоря. Кстати, тут самое, если вы заметили... Перекладочка неудачненькая. Вот, блин, руль на фул выкручиваешь в сторону, а она... Невозможно ездить. А она нифига не слушается, машинка. В нужный мне момент сложно выйти здесь за носом. Так вот, винитчик я передел, ребятушки. Это совсем не издавлен, я вам честно скажу. И винитчик более правильный. У нас всё ещё Forsage Edition. Все дела. Давай, давай! Самое упорное, что я делал в своей жизни. Это гонял с рулём, с видом от третьего лица. Вот, я вам честно скажу. А, у меня ещё и гонка на время. Не, я её не пройду. Всего скорее. Давай, пониженная. Но! Это гонка на время вообще или дрифт? Я вообще не знаю. По-моему, это просто гонка на время. А я тут что-то угла пытаюсь давать. Да, это гонка на время, ребят. Да! Пониженная. Давай! Уже половина времени прошло, а я... Как раз половину! Ну, прекрасно. Где-то и проехал. Вот этот момент мне безумно нравится. Когда вас заставляют залететь на трамплин. Залететь на трамплин. И вы летите прямиком в стенку. Это действительно очень гениально. Такие дела. Наваливаем. Что у меня там всё время опять трамплин? Ну, блин! Опять в стенках сран... Ну... Капец. Я считаю, что это ненормально. Так, строить уровни. Такой сюрприз модафака вруливая, вруливая. Я не успел. Что и ожидалось, в общем-то, ребят. Потому что так, ездить... Всё, не успел. Не, в жопу. Верните, пожалуйста, нам человеческий вид. Манал я. Хотите видеть Нидфор Спис с видом от третьего лица? Вам на канал прямиком к Наки или к Ванпойнту. Не ко мне. Сейчас я ещё раз проеду эту гонку. Я её проеду, такие. Причём без проблем. Только с человеческим видом. Когда ты видишь автомобиль. Фишка в том, что... Выходим быстрее отсюда. Вы когда ездите... Покажите нам нормальный вид. С видом с капота, который вот помялся. Блин, непонятно почему. Вот я рулю, и я чувствую автомобиль. Каждое его движение. Буквально каждое движение. С видом от третьего лица. Вы не чувствуете эти движения. Вы видите целый автомобиль. И когда вы катаетесь с геймпадами, Вы подруливаете, блин, аналогами. Туда-сюда. Рулём вот так вот. Как аналогами. Не работает. Рулём рулят. И с видом от третьего лица это просто нереально. Ехать чётко. Автомобиль совершенно не чувствуется. Поэтому пардон. Нет. Карта. Пожалуйста. Нам, пожалуйста, ещё раз к Ману. Или всё. Ману нам помахал ручкой. А нет. Вот есть гонка. Поехали. Ещё раз мы туда вернёмся. Телепорт в этот раз. И проедемся уже более человечно, скажем так. Надо только иметь в виду то, что нужно оттормаживаться на этих долбанных трамплинах. А лучше объезжать их нахер. Потому что я не знаю, что за наркоман вообще придумал эту фигню. Вид, пожалуйста, людской. Машинку бы рехтануть было бы очень замечательно. А то она совсем печальненькая, побитая у нас. Ещё разок и с чувством. Поняли? Сейчас всё будет. А вон, кстати, Кена этот форт. Кен, я смотрю, ты разогрался так нормально, да? Опачки. А, мы видели, даже Кенблок не в состоянии проехать эти повороты нормально. Чего уж там говорить. Стопэ, стопэ. Опачки, бумер. Давай двень булки свои. Полочётся он мне тут. Полёт. Так, надо не забыть. На этих стрёмных... Рулю, в рулю. А видели, как боты ездят? Поняли? А вы ещё хотите, чтобы я нормально ездил, да? Тут он типа профессионалы. Улетает нахер в стенках. Кстати, многие пишут, что типа я сильно виляю рулём в этой игре. Мол, так и делать туда-сюда. Ребят, ещё раз говорю. Это не форспид. Это не автосимулятор. Здесь физика ничего не имеет общего с настоящим автомобилем. Совершенно ничего. Единственное, что здесь общего... С реальностью. Это то, что здесь есть машинки. У машинок есть колёса. И они ездят. И поворачивают. Всё. На этом сходство. Нахер. А, мне по-любому надо туда проехать. Или засчитали? Поприколите, засчитали. Но сами автомобили здесь, как корова на льду, ребят. И сама игра вынуждает наслать рулём. Потому что если ты не будешь этого делать, как я, то банально повороты ты не будешь проходить никак. Поэтому, блин, можете посмотреть тучу видосов у меня в других игроках. Там так я не веду себя с рулём, как здесь. А здесь это не форспид. Тормоза. Отлично. Давай, 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 давай. Бачком, бачком. Наваливаем. О, поворот пропустил. Блин, ну маршрутик здесь, конечно, выбран. Просто лютый. Кен, нафиг, нафиг. Ну я хоть успел в этот раз. Успели. Так, 12 косарей нам зачеклили. Мне надо на бумера 1120. До двадцаточки будет стоить сам автомобиль. И где-то соточку на тюнинг. Это минимум как раз. Минималочка то, что надо на эту машинку. Так, я очень хочу её рихтануть. Что-то Ману нам расскажет. Не дурно, сынок. Не дурно. А эти ребята оказываются на расслабоне ещё больше, чем я думал. Новый заезд замечается. Сейчас место тебе отправлю. Прекрасно то, что новый заезд. Вы мне расскажите лучше, где заправочка у нас тут. А, понял. Подожди, нам как-то на главную куда только вопрос. Где я там? А, понял. Давай, назад. В принципе, физика инферспида меня более чем устраивает. Она аркадная, она простая, все дела. Но, что мне не очень нравится, это тормоза здесь. Их тут просто нет. На любых настройках. Воу, воу. Потерял немножко автомобильчик. Так, рихтуем нашу машинку. И едем на красивеньком 34-м Ниссане. Не вписался. А, на гоночке. Давай. Ручник, кто цепляет, кто не цепляет. Совершенно непонятно. Окей. Смотрим, что мы там имеем. Что мы тут имеем. Так вот. Гоночки. Вон есть зелёная какая-то фигня. Что у нас будет? Гонка на время опять. Сплошные гонки на время. Нужна машина мощностью менее 250 лошадиных сил. О, кстати, если Маза сейчас прямо и купить Бумера тогда, коль такие дела. Давайте купим его и сделаем на 250 коней. Пока что таким невалом. Кстати, чуть не туда телепортнулся, но неважно. Вот. Но пройдём состязание и посмотрим. Может потихоньку начнём готовить, строить нашу немецкую горчагу. Так, итак, покупаем БМВшечку. Раз прекрасную. Она вряд ли будет сильно много денег стоить, я так думаю. Где она там? Красотка. Где она там? Пока найдёшь, капец. А чё, она дороже получается, чем старьё... Навьё всякое. 37 тысяч. Ёкарный бабай. Она не так-то и дёшево оказалась. Тига себе. Ну, блин, вообще, я не знаю. Эта машина не стоит столько денег на самом-то деле. Как-то очень кучеряло. Ладно, смотрим, что у неё там по коням сейчас имеется. Где там у нас тюнинг управления? Так, вот. 217 кобыл. Ну, у меня денег целых 2000, поэтому, ребят, мы сейчас поедем, наверное, на стоковое. Разве что я затонирую её, то совсем как-то печалька. Такой, знаете, пацанский вариант, как вот по дворам катаются бывает. Но М3 не часто встретишь. Но вот троечки такие, вот, на таком вот обвесе под М3 стайл. Вполне себе можно встретить довольно-таки частенько. Единственное, что давайте мы её ещё припустим. Коль уж такие конители. Где-то у нас клиренс. Ссадим её нафиг. Немножко копыта вытащим. И задок, и передок. Это уже не туда. Вот. Вот. Как-то так. Развал. Да, я думаю, что и не нужен особо развал. Хотя немножко давайте сделаем развал. Так, незначительно. Вот. Как-то так, ребят. Эээ. Тюнинг управления. Да, наверное, не надо. Поедем на стоковый. Стоковая М3. Такой вы, наверное, вообще нигде не найдёте. Обычно все люди тюнингуют автомобили М3. А у нас именно такой двор стайл или пацан стайл. Поехали. Ну, посмотрим, насколько она сейчас будет прикольной или не очень. Туповатой будет казаться, конечно. О, припарковался тут. А чё? А, она ещё и на автомате у меня. О-о-о, Вася, давай! Дави давай, ёпта! Не, ну, чё-то едет нормально. Даже, наверное, пободрее, чем моё ведро, то что стоит в гараже. Да, сильно пободрее. Нормально едет. Так, эм... Тормоза. О, привет, копы. А чё вы на меня переключились? Я не понял. Ехали бы вы за тем ублюдком, то что там был спереди. Бляха, теперь пойди уедь от копов, блин. Это прям квест будет. Так, ладно. Поворотик не пропустить. Ручничок. Вау! Вот держака-то как много. Ладно, от копов мы сорвались, походу. А где теперь нам... Нет, ещё не совсем сорвались. Это ж они... Блин! За мной ещё и копы, блин, зацепились. А я на днищенском бумере. Ну как, на классном бумере. Ну, блин, он же ж стоковый полностью. Я сейчас от эпилепсии умру нафиг. О, красавчик! Красавчик! Копы тут, как всегда, в своём репертуаре, блин. Ну, смотрите, сейчас до 200 его раскочегарим. Именно, что раскочегарим. Давай, 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 родники! 194, ты можешь! 200! Есть! Я думаю, что она даже 220 с плюсом поплёт аж как за здрасте. Всё, скрылись! Вот такие вот мы лихачи на стоковой BMW. Не, классная BMW. Вот что ни говори, а мне она нравится. Безумно нравится. Так, а где там эта гонка-то? Смотрим по карте. Вот она. А тут ехать-то недалеко. Поехали маршрутом. Погнали. В Айр-Айди моя только там на разворот. Немножко даже переедохнул, покатаюсь на автомате, поняли. Тапка в пол и рули себе, и все дела. Удобная штука автомат, но в автоспорте я, конечно, не очень её понимаю. Очень жаль, что не работает КПП здесь, в этой игре. Кто-то говорил, что типа на G27 работает, а не знаю, ребят, переключил роль в G25. Вот. И нет, нифига не пашет ручка, к сожалению. К великому. Такие дела. Так, почти приехал. Только бы копов не было тут. На разворот! Ох, как чётенько. Прекрасно. Ай, юный лихач, 250 сил. У нас вообще 217, поняли? Ну, посмотрим, затащим, не затащим. Давай, полетели. 5 километров, минута 47. Возможно, и не затащим, потому что как бы лишних 33 лошадиные силы, это, ну, немало вообще на самом-то деле. Для такого автомобиля это очень ощутимо будет. Но мы постараемся справиться. Гонка вообще такая на изи, такая плавная, размеренная. В принципе, я люблю такие тачки, более приземлённые, честно говоря, на которых мы можем более-менее покататься в реальной жизни, а не эти космолёты, всякие гиперкары. Я вообще не выношу гиперкары. Да, они быстрые, да, они крутые, они там роскошные, люксовые, там, лакшери, все дела, но они неинтересные. Как я говорю, летать на самолётах, твою мать, надо летать. И этого чувака в самый последний момент увидел, когда уже всё. Это, кстати, очень печально, потому что я потеряю очень дохера времени. Два с половиной километра, ааа, блин, больше, чем половина времени. Уже, так куда идите ты нафиг, ездят тут, блядь. Надо бдить на перекрёстках. А то как-то так мы именно медленно так столкнулись. Но уверенно. Опа, 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 пап. Я привык, что машинки здесь кользят больше, поняли? А у нас же сток. Кстати, вот в плане стока автомобиля, ничего так физика даже, более похоже на реальный автомобиль. Потому что когда ты крутишь её в дрифт, физик управления автомобиля совсем ничего общего с реальностью вообще, хоть какой-то, не имеет. Совсем ничего общего. Так, что там? Километр и 17 секунд, ребят. Не уверен я. По-моему, эта авария мне всё напортачила. Тут ещё и сейчас такие повороты будут. Не, нормально проходим. Можно было бы даже ещё быстрее. Ииии! Шесть! Твою мать, три! Два, не успел. Авария. Авария всё напортачила. Ладно, доезжаем. Получаем лавры и едем ещё раз. Я успею, если я сейчас не зафигачусь никого. Сто пудово успею, если не зафигачусь. Наканструируем сейчас капусты маленько. И потом можно будет машинку эту привести в порядок. Так, тут как раз сзади что ли. Блин, что у меня за хрень вылазит? Я вчера винду переустановил, цепанул. Давай. Понятно. Винду переустановил, цепанул. Грёбаный вирус установил один русификатор на F1. И теперь у меня какая-то хрень вылазит, блин. Неведомая. Опа-опа-опа-па. Поехали. Ещё разочек. Юный лихач. Давай. Конечно, если сделать её ровно 250 коней, можно вообще это без проблем проехать. Там достаточно какой-нибудь распредвал поставить или там выпуск сделать. Выпуск, да. Самый оптимальный, самый дешёвый такой тюнинг. Но нет. Мы на стоке справимся. Давай, родимая. Покажи свою M-Power. Ёпта. Для своих лет, кстати, эта тачка реально очень классно сбалансированная. Да, она сейчас уже не супербыстрая, но она реально хороша. Я ещё ни в одной игре не встречал, чтобы эта машина была офиговая. Особенно я тащусь с M3 в ассетокорсе, ребят. Там, в норчляйфе и вот это вот M3 E30. Это истинное удовольствие там покататься. Может быть, надо бы как-нибудь витосик вам запилить, я так чувствую. Потому что многие пишут, что с ассетокорса не снимаешь. Потому что я люблю играть без души. Играть в физику совершенно неинтересно. Надо, чтобы какой-то геймплей был, я не знаю. Там что онлайн унылый, пока этот сервер создашь офигеешь. Что всё вообще уныло там. Кроме физики управления авто. Опа, 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 опа. Хотя многие будут сейчас меня ругать. Типа, что ты за херню есть? Потому что с ассетокорса это наша икона. Ради бога. У каждого своя икона. Хотя я считаю, что прям идеальных гонок вообще нет. Идеальные гонки это в реальном мире поехать покататься. Вот это идеально. А это всё игроки. Абсолютно все со своими плюсами и минусами. Здорово, копы. Вот эти вот сверкания. Вот хорошо мы от них так подальше сейчас сорвались. А ну, на полном газу пройду. Нет, я чуть подсбавил. Отлично. Ну, сейчас у меня времени даже с запасом. Видите, ребят? Я свободно прохожу эту гонку. Вот ещё 10 сек, а вот тут уже финиш. Ноу-проблема. Ноу-проблема. Круто-тенюшка. Ха-ха, они царапины. Ну да, немножко пошкрябали машинку. У моего знакомого когда-то была трёшка. Обычная трёшка, но в обвесе от М-ки. Блин, она такая классная была, честно говоря. Мы так хайфовали на ней, рысачили. Низкая, правда. Некомфортная машина для города, потому что реально клиренс у неё слишком низкий был. Эта посаженная тоже. Там пружины подрезали. Я не знаю, что с ней сделали. Так, поехали ещё на какие-то гоночки, что ли, покатаемся. Только я не знаю. БМВ это как-то, ну, круто. Но маловато будет на тот уровень, что я сейчас прохожу. Поэтому нам придётся вернуться в гараж, ребят. Вернуться в гараж и поменять на что-то более быстрое. Я не знаю. Писали сливу, чтобы я покатался на сливе. У меня есть слива S15, если чё. Ща, выкатим. Правда, она не допилена до конца, по-моему. Да, она, кажется, не допилена, ребят. Слива, вот. Я не буду сейчас в неё вкладываться. Меня интересует Бэха. А слива, 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 она совсем не топ. В данный момент она себе представляет 656 лошадиных сил. У меня уже куча всякого тюнинга открылась нового. Но на этой машинке пока что его нет. Так вот чё-то... Почему развала на ней нет? Я не понял. Что за ботва? Развал или есть? А, есть развал. Смотрите, его даже особо и не видно на этой машине. Он как-то... Он на ней смотрится. Просто как так и надо. Верите? Всё нормально тут с этой машинкой у нас. Да, выходим. Нафиг. Поехали на гоночку. Слива, слива, слива. Так, тут никто не стоит. Тут часто любят волсоны выехать с гаража и просто потупить. Так, карта. Чё мы там имеем? Чё-то мне там спайк звонил. Хер его знает, где там гонки со спайком. Но нам надо чё-то типа дрифта в идеале. Это ж слива или чё? Так, вижу наверху дрифт. Только не говорите, что это безумный кен. Очень уж похоже, что это безумный кен гонка. Дрифт Риал. Кто-то там у руля. Ну, поехали, поехали. Дрифт Риал на сливе. Файт. Спайк, чё расскажешь? Всё. Э, всё, что он сказал. Бэ. Давай, чувак. Вышми всё. Давай, попробуем. Ну, блин, тачка не топовая. Я помню, что мне немножко не хватало её, чтобы качественно на угол держать. Так, нитро. Опа-опа-па. А ну-ка. Не, нормально всё у сливы. Слива это слива, блин. Это вообще просто идеальная дрифта чила. Прекрасно. Здравствуйте. Чё мы там имеем? 34 тысячи, нам надо 80. На третью. Бачком, бачком, бачком. И... 39 тысяч. Вот когда я её допилю, фул, вот тогда эта слива покажет, блин. Потому что я помню, что на Xbox'е, на топовых тачках, когда я тюнил, именно слива, конечно, была вообще просто имба. Просто имба. Огонь. 55 косарей. Здесь тоже можно дрифтануть ничего такого. Поймал. И здесь. Слушайте, можно, по-моему, просто на ровном месте искать, где можно дать угла. Вполне себе. Потрясно. Просто чума. Охрененно. Вот что называется настоящий дрифт-автомобиль. Вот, реально. Не смотрю пока на очки. Нет времени. Надо за траекторией смотреть. 99 тысяч, ребят. На изи проходится, а это только треть гонки. Приколите. Давай на третью. Опа, только выход. Бывает такой резкий, как дергается на выходе из-за носа. Вот не очень комфортно. Выходит машинка из-за носа. Зато входит просто ручник, как тумблер, вкыл за нос. Быстро, быстро. Спалил. Сильно мешает вот этот вот драфик здесь. Не в ту сторону. Прекрасно. А где я, блин, умудрился пропустить эту самую? Как это так можно, блин? В этой игре просто без вариантов. Мы едем по одной дороге. Здесь нереально пропускать вообще что-либо. Да ладно тебе. Просто пипец. Хоть не на время мы едем, не? Вот как? А я не в ту сторону, получается, совсем поехал? Или что? Давай. Что происходит? Алло. Твою мать, я тупанул, блин. Надо было по колечку там развернуться. А я, блин, дуплят бить не могу. Что за нафер? Где-то я, короче, потерял траекторию. Вот с контрзаносом все плохо. Да, третья передача все-таки самая оптимальная. Третья. Вася, ты тут реально не в тему был. Нафиг. Что-то было непонятно. Что-то у меня отвалилось там в винде. Да, можно было, конечно, если бы не нафейлил, сильно больше очков собрать. Я думаю, что 1300 на этом треке, на этом автомобиле свободно. Воу, воу, Вась! Это было вообще миллиметра... Это мне вообще очень нравится. Когда нажимается на релек, а это кнопка. Не вписался. А лады, пофиг. 176 тысяч. Зарубили мы. Печальненько, ну... Бывает. Зато бабла отбашляли нормально. И просто на изи всех разорвали. Я помню, что тут были люто сложные гонки на геймпаде. По трифту. Их нету. Я не знаю, я прохожу на ПК, но мне все так дается. Просто, я не знаю, как два пальца обоссать все проходится. При том, что я езжу, ну, совершенно не идеально, блин. И очень легко. И это как-то не круто, честно говоря. Че за нафиг, алло. Погнали, еще на какую-то гоночку проедем. А, уже на сливе какое-то такое дело. Не очень-то много бабла я закастрирую. 22 тысячи. Это на тюнинг очень мало. Минимум 80 надо. Так. А вот есть командный дрифт, ребят. Трудно. Вот оно. Вот оно. Вот это жопа. С этой робин-клятой. Я помню, я так проклинал эти гонки на командном дрифте, потому что они неимоверно идиотские. Там едет кодло идиотиков, дурачков, болванчиков, ботов, которые то волокутся, то наваливают так, что ты хер за ними угонишься. Они таранятся, пихаются. Они просто такой там, такую анархию устраивают, что лютый трэш. Лады. Поехали. Че, ману? Чао. Рад, что за тебя там звякнули. Поехали. Гонящиеся дьяволы. Че это у меня руль пустой стал? Или все нормально? Давай, гоночка, возвращайся в форс-футбэк. Не, нормально все. Так, вот это кодло. Причем, если ехать первым, обогнать их всех, то очков как бы будут давать поболее. А ну-ка мы сейчас прям тут начнем. Пора. Блин, они путаются. Плосуны вообще, ребята. 32 тысячи имеется уже. Я поворот, вижу. Да, прекрасно. Где там эти подижены? Быстрее! Шнеля, мать твою! Немножко рубанем. Широко очень вошел. Вот они опять начинают тулить. Потому что надо именно ускоряться и как-то догонять их, что ли. А, все, я уже прошел. На изи прошел. Но сейчас как-то все-таки подправили немножко интеллект этот искусственный. Потому что они раньше были совсем печальны. Сейчас я смотрю... Конечно, это нифига не командный дрифт все равно. Это хрень полнейшая. Вообще, зря они взялись за эту затею, честно говоря. С командным дрифтом, если, как бы, не получается сделать адекватно ее. Как настоящий командный дрифт, когда все едут колесо в колесо. Тем более, что с реальными игроками с единицами получится, как дрифты. Давай, 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 давай! Добиваем, добиваем! Опа! Там коп припаркованный был. Чуть не залетел в него. Бачком, бачком, тихо! Блин! Ненавижу секвентальную коробку. Вот просто! Самое худшее изобретение в мире автомобилей это подрулевые лепестки. Просто самое худшее изобретение. Только в F1 я это признаю, блин, и там, Лимания и так далее. Но! В городских автомобилях лепестки это такая гадость. Особенно в дрифт-тачке. 200 тысяч. Почисто. Без немножко. Гоняющиеся дьяволы. Гоняющиеся упыри, ёпта! Правильнее будет сказать, а не дьяволы. Опять же, на изи. Ну, посмотрим, как будет дальше. А, ну копы... Копы не за нами едут. Кто-то там звонит. Фиш! Что ж, за такое можно и похвалить. Неплохо себя показал. Ладно, поглядим, как дальше будет. Потом обсудим. Да, поживем, увидим, как там дальше будет. Сейчас эту экшон-камеру включу. Конечно, выглядит она реально круто, экшон-камера. Если бы только ездить, так было бы реально еще. Было бы вообще прекрасно. Что, ребятушки, будем с вами прощаться. Я не знаю, получается так, что денег еще не накастрюлил на... На М-очку. Но надо что-то с ней делать постепенно. Заработать бабосиков, допилить ее. Я люблю М-3. Я с удовольствием хочу ее построить, какую-то прикольную. Так что займемся в ближайших видео. На этом у меня на сегодня все. Ставь лайк, если было интересно. Подписывайся на канал, если ты здесь впервые. И до скорых встреч. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok